Никита, у тебя вот когда ты смотрел варианты в НХЛ, была какая-то такая позиция принципиальная, потому что опыт, когда ты ездил на просмотровый контракт в Торонто, был явно неудачный, там было шансов, наверное, мало. Ты эти варианты отметал для себя или какие-то там были расклады? Про Чикаго кто-то говорил? Что там было? Чикаго? Хороший вопрос у вас. Варианты любые есть и будут, но я выбрал Скайли, сейчас я здесь и только вперед. Чикаго, вы имеете в виду Челеповец? Теперь да, теперь Челеповец. Ммм, такого мы раньше, кстати, не видели, так чтобы игрока в КХЛ какого-нибудь топа подписали и сразу же, в ту же минуту устроили зум для журналистов. Они сидят в онлайне и смотрят, как вот человек подписывает контракт на глазах и потом сразу же можно задавать ему вопросы. Это очень классный опыт для других клубов. используйте это, даже если вы подписываете не самого звездного игрока, но значимого для вас. Делайте зум, приглашайте нас, мы сидим, смотрим, задаем вопросы, освещаем и вам даем лишний повод для гордости. То же самое сейчас было СКА с Никитой Гусевым. Вернулся, вернулся Олимпийский спаситель, тот парень, который забил очень важный, крайне важный спасительный гол на Олимпиаде в Корее в финале с немцами. Никита Гусев снова с нами. Два года в СКА. Зум-конференция посвящена именно этому. Я знаю, вы соскучились по Никите. Роман Ротенберг был с ним рядом, тоже отвечал на вопросы. Смотрите этот видос. Доброе утро, коллеги. Начинаем нашу пресс-конференцию. Главный тренер СКА Роман Борисович Ротенберг, нападающий СКА Никита Гусев. В прямом эфире вы будете свидетелями подписания контракта, вручения свитера. Начинаем, пожалуйста. Доброе утро. Сначала подписываем документы. Доброе утро. пожалуйста роман борисович мы очень рады очень рада того что никита гусев вернулся на наши болельщиков мы были на связи все это время стали герой все процесс никита полностью готов играть готова хорошо детальностью поговорили ее вместе к одной цели в это же время у нас еще и задачи и развивать детский хоккей поэтому тот уровень это показывает вся наша команда показывать примеры детям взывать детей называть наших юношей какие-то игра и нужны финты нужен креатив нужно импровизация нужно мастерство кроме всего остального да у нас есть система которым играем все игроки без вещей не выражение мы понимаем насколько важно реализовать две моменты сбивает как можно больше головы играть ярко в атаке без бетонного в обороне мы будем к этому стремиться очень рада что никита гусев вернулся к нам помню первый раз когда никита первого стандом асиска очень радостно для основы когда мы тогда не понимали как будет дальше можно прошли долгий путь из прошлого нет будущего есть победы большие победы есть победу олимпиаде вот это же время мы смотрим только вперед смотрим то есть сегодня песни сейчас смотрим как на выросли следующий голубий астана важно играет следующая игра и будем идти шаг за шагом будем работать я уверен то что на сегодняшний день мы сможем никите дать необходимые инструменты чтобы он как игрок вышел на совершенно новую задачу мы будем работать именно с этой целью чтобы мы как команда пусть и на уровень как как каждый жук наши команде и никита гусев конечно поздравляю всех готов ответить эти вопросы передаю слово я конечно покороче я оказался снова в питере рад быть здесь пожалуйста коллеги время задать ваши вопросы пожалуйста подключайтесь включайте звук микрофон и задавайте пожалуйста разрешите да конечно да здрасьте на меда будет даже вопрос больше к никите но учитывая что вчера была информация что контракт составляет контракт на два года с возможным продлением потом можно ли сказать что никита вы уже не так будете думать о том чтобы потом после того как проведете карьеру ска переехать северную америку не знаю можно больше этот этап пройденный уже северо-американцев давайте скажем так мы будем думать о следующей игре и надо следующую игру выиграть и будем шаг за шагом идти вперед и уже смотрите как развиваются ситуации поздравляю во первых прекрасная идея сделать все это в зуме это вам впервые в кхл потому что такие переходы подписания контракт нужно делать красиво так что ска молодцы никита с чем связано вот это гроссмейстерская пауза потому что понятно ты давал интервью мачтв говорил что ждешь какие-то варианты в нхл вот там нужно было успеть вам концу тренировочной лагерь но еще там пару недель ты думал о чем-то задержался чем это был связан так просто принял решение потому что надо подождать посмотреть какие есть варианты подготовиться может быть даже еще лучше чем до этого и и выйти уже готовым и уверенную себе и первых же игр помогать команде и с этим еще два вопроса первых как у тебя шла подготовка потому что ты рассказывал летом тебя был вообще все там и лед и даже большой теннис и бассейн как готовился уже ближе вот эти последние пару недель и соответственно матч сочи так понимаю же завтра играть сразу сразу в бой сегодня контракт подписал завтра играть насколько к этому готов я готовился все все те же тренировки нагрузка чуть больше было но готовился к уже определенной игре и я думаю что я готов вам все равно игра покажет чтобы добавить да у нас единая система подготовки примерно из купера 6 городков мы прошли и нет 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 никакого исключения для всех одинаковые подходы поэтому сейчас мы все эти тесты тоже пойдем часть уже прошли то что смогли да и у нас все одинаковые условия все игроки я уверен то что никита хорошо подготовил то что мы были на связи наш тейма подготовки артем нехороший постоянно общался с никитой понятно что были заложены эти базовые упражнения с прошлого сезона которые у нас стоят как фундамент нашей системы поэтому мы на стопроцентно вариантушки на сто процентов готовы и войдет в команду полностью физически готовыми и человечество готов спасибо еще вопрос коллеги пожалуйста да здравствуйте андрей сенька риа новости спорт вопрос роман борис еще роман борисович во первых поздравляю с подписанием расскажите пожалуйста по условиям контракта да вот все говорят про два года приспособления нужно ваше подтверждение этих этой информации и интересно когда вы уже поняли что договорились с никитой да что поняли что сделка совершенно какого какого момента то было вы знаете это как хоккей пока гол не забьешь гола нет то есть можно все подвести к тому чтобы забить шар ворота надо реализовать более момент в этом смысле конечно мы общались но с отличное отношение очень многое прошли это наш опыт который мы будем использовать на победы в следующей игре и дальше и на сифицировочном процессе мы сейчас как раз собрание командное все обсудим очень много деталей которые нужно обсудить подготовиться к нашей следующей игре контракт на два года конечно с нашей стороны хочу сказать что мы конечно хотели бы долгосрочное сотрудничество потому что мы понимаем как развивать никиту мы понимаем как из него взять лучше то есть развить его лучшие качества развить и я уверен то что никита может это совершенно уровень то я в этом сто процентов интересно саму поработать продолжить работу и идея сам очень много помогает с точки зрения своего опыта серьезными то что никита играл северной америке с периодами для лучшей профессии мы это все обсуждаем объем сомнениями поэтому здесь так говорится игра фасы днем нас и а время покажет да у нас одна философия следующая игра и пойдем шаг за шагом здесь не будем загадывать вперед лед покажет спасибо у вас еще вопросы да доброе утро доброе утро никита доброе утро роман борис поздравляю вас с подписанием никит но все-таки вот наверное впервые в карьере в ноябре начнете сезон опять-таки да по поводу этой мхатовской паузы все-таки с возрастом она была связана то что наверное где-то понимали что один из последних шансов исполнить такую мечту закрепиться на серьезно ну на уровне нхл да это первое и второе а вот все-таки по подготовке ну вы наверно устали отвечать на вопросы про вашу скорость там отработку в обороне и все такое но какие-то акценты были сделаны там в летней вот этой осенней подготовки именно там не знаю на скоростные качества допустим спасибо спасибо за вопрос но вроде пока еще не такой старый во первых во вторых конечно я знаю свои сильные и слабые стороны не просто так долго я так готовился и работал над собой я надеюсь это будет видно но самое главное то что команда выиграла и я думаю долго недолго так получилось самое главное что я здесь и я готов и я думаю все будут довольны следующий вопрос пожалуйста да роман болит вам вопрос все-таки такое знаете как выражение масло масляное команда прет на ходу первое место вроде все складывается вы подписываете такого мастера которому там ну ниже второго звена делать нечего да все-таки нет ли долго ли думали скажем так что испортите кашу маслу спасибо интересный вопрос спасибо во первых у нас нет понятия сейчас 1 2 2 но все равные зверья на самом деле поэтому и выиграла мы меняем игроком качестве не меняется звенья я считаю то есть мы всегда по одной системе это мы побеждаем насильная команда значит и безусловно мы хотим выйти на новый уровень да и поэтому с никита вместе мы можем добиться совершенно другого уровня потому что скажем так наши соперники они тоже работают и разбирают нас очень детально мы это видим нам нужно постоянно применять вариативность меньшинстве и большинстве игре 5 на 5 нам нужно добавлять нам у нас очень много работы впереди очень рада то что мы сможем вместе с никита и дальше по всей командой продолжить свою работу над поднимем уровень все вместе и не это дело совершенству и на сто процентов уверенное решение осознанное решение того мы шли и там была хатерская пауза но это хоккей узнать как пусть гусев забивала на олимпиаде там тоже были пауза и забиты голову это пауза идет на пользу в этой ситуации что пошла на путь и всем и никите и команде сейчас мы объединяем наши усилия работаем у нас не секрет работа и дисциплины нет предел совершенству поэтому для нас это очень важное решение нулёд покажет игра покажет готовить еще вопрос у меня парочка вопрос есть во-первых насколько сказать сейчас прижат потолку зарплат или не прижат если у вас маневр по ходу сезона там например один молодой человек подвис в казани все его там сватать куда будут обменять если у вас ребята уже бросают на еду находимся по его условия можно было повторить вопрос плохо слышно очень вопрос насколько с каприжат к потолку зарплат сейчас и подписание контракта с никиты гусев потому что контракт весьма солидный там говорят инсайдеры или у вас есть еще какие-то маневры там молодой человек подвис в казани может быть его тоже подписать и у вас есть какие-то маневры по ходу сезона всегда есть маневры до следа есть варианты наши все игроки как вы прекрасно видели во всех играх начиная с предсезонки начиная с первой тренировки работают на пределе мы играем на пределе в каждой смене правильно это все выкладываются и понятно что в такой ситуации часть хоккей это травма как бы как бы мы хорошо не готовили игроков летом галимова после греба попал в трещину коню такой несчастный случай в это же время получил травму понятно что мы не зашаем все детали наш кроков но у нас есть варианты всегда тоже наша задача помочь команде выиграть и наш за счет планировать и прогнозировать и оставить место для маневра продолжаем работать то есть радулов не ищем никаких вариантов на рынке мы не ищем но работаем по факту и по ситуации у нас следующая игра и как каждый вы знаете как игра складывается каждая смена вносит коррективы в игру никита у тебя вот когда ты смотрел варианты в нхл был была какая-то такая позиция принципиально потому что опыт когда ты ездил на просмотровый контракт в торонто был явно неудачный там было шансов наверно мало эти варианты отметал для себя или какие-то там были расклады про чикаго кто-то говорил что там был чикаго хорошие вопросы варианты любые есть и будут но я выбрал скалили сейчас здесь и только вперед чикаго вы имеете ввиду чилиповец теперь да не просто так вы сидите наверное под эмблемой скат 1946 и у вас было раньше дацу когда там молодежь у него училась то есть не просто подписать контракт с игроком чтобы он забивал голы а еще чтобы не преемственность вот у вас там 16-летний парень это я не очень хорошо узнаю анди мидов появился уже лучше бомбардир мхайл будет ли подписание гусева такая передача опыта олимпийский чемпион молодежь может подойти чему-то спросить научиться безусловно безусловно это очень важная часть наша работает развивать детей у нас школа есть в москве красномашний генерал школа ска работает не только в питере и другие города как в Екатеринбурге замечательный очень филиал всем плане звучит в стране скальонность ребята работают по среду методика в москве работают ребята начиная с восемнадцатого года рождения это серьезная работа и конечно мы будем использовать все методики и всю подготовку и как никита готовился мы общаемся с тренером никита динамич курдина мы с ним постоянно тоже общаемся он работает в программе красной машины юниор москве поэтому что мы это все используем используем лучший опыт и наш лучший опыт и советский лучший опыт владимир юрдинов очень много в этом сезоне нам помогает это во многом большой клад его наши успехи в этом сезоне это правда и мы открыты всегда новому мы хотим внедрять новое поэтому конечно то что никита к нам возвращается это дает нам возможность конечно выходить на уровень в этом смысле то есть передавать опыт и развивать нашу программу чтобы наши ребята играли ярче они обыгрывали канаду как я вот пример приводила мы во многом канаду обыгрывает играют шестилетние семилетние восьмилетние ребятки потому что где-то вы ставим тактику очень рано меньше обращая внимание обращали внимание меньше на индивидуально разница игроков сейчас мы поменяли подход нашей программе красный машинер программе ска на обращай больше внимания на развитие детей индивидуальных качеств это именно как раздевался и геннадий геннадий гурдина в свое время это именно тот акцент да есть такое упражнение кот в мешке когда ты один играть против друг за счет своего качества выигрыш двух игроков вот это упражнение но база советской школы это было у тарасова юрзина ванилович который переменял это все тарасова тихона виктор васильевич поэтому мы хотим обыгрывать канаду не не до 10 лет а вот и в 14 15 16 когда у нас уже появляются сложности так как они индивидуально сильны поэтому мы а хотя изначально канаду взяли лучше все что было у нас и финны это взяли шведом и зачем сейчас хотим быть на новый уровень и мы у нас есть для этого возможность и как я уже говорил чем больше будет у нас ярких игроков сильных индивидуальных мастеров и чем больше будет игр от ножа каждая игра сейчас ппл наскладывается плотно очень плотные матчи игры от ножа чем больше таких игр это будет на для нас лучше для того чтобы мы вышли обратно дай бог вместе с никитой обыграем канаду в следующей игре когда выйдем на чемпиоте мира или на олимпиаде или на кубке мира да мы к этому готовимся и это уже наша задача провести эту серьезную работу в плане тренировочного процесса в плане игр кхл здесь надо отдать должному кхл потому что график на самом деле игры через день тяжелый график но в это же им это развивает игроков и главное чтобы тренировки чтобы правильно планировали правильно тренировали уже игроков поэтому все только начинается и работаем еще раз работа такие еще вопросы во первых никит насколько на тебя будет мотивация в декабре сыграть на кубке которым будет не будет чехов шведов финнов но это все-таки традиционный домашний московский турнир будет ли мотивации лететь в декабре пригласят всегда есть вот 20 и если кхл даст тебе wild card для участия в матче звезд уже сформированы составы но одна из главных звезд вернулась вот именно сейчас буквально недавно они объявили составы потому что многие ветераны не будем скрывать косят от таких поездок говорят зачем нам нужно но мы помним как ты два раза в игру нет не не то что выиграл но два раза делал очень эффектный буллит это по поводу бытовых вопросов после переезда и не знаю там и то есть тебе заново снимать квартиру ли у тебя уже есть жилье в питере как вот это все пришлось решать все решается там есть какие-то у тебя условия потому что дети да вот семья то есть надо вот как рядом с ареной там подальше как все это нюансы какие как плотно ты смотрел матчи кхл потому что ска не просто лидирует в таблице с отрывом в очках и команда если говорить о том кто доминирует то это ска по игре какое-то впечатление со стороны я следил за игру смотрел то как с ребятами общался из команды все прошло если команда идет на первом месте самое главное поэтому надо продолжать тебя видят в тройке с яшкиным чешский язык тебе придется учить но вообще вот когда он играет с таким яшки русским уже из омска да я шучу когда он играл с шипачевым то то прокачал так что тот прям но у него статистика взлетела выше крыши как вот играть с такими с прирожденными снайперами как яшкин у вас центр будет интересно там воробьев может быть троечку уже вырисовывать всегда приятно играть хорошими игроками я надеюсь что у нас будет получаться посмотрим решите вопрос еще да конечно роман борис еще хотел спросить у листы к возможности у вас довольно теплые отношения с вами говорили чем старком вы переживаете сейчас то что происходит от барсе именно за него как за тренера как за друга и если вы читаете что там сейчас происходит наверняка вы думаете что вы правильно построили систему что у вас нет предпосылок что такое ска может случиться в том числе эти там выпустим интервью в которых один из игроков лидеров можно так выразить негодование тренингским решением интересный вопрос да с олегом мы многое прошли серьезный опыт я очень уважаю целью наставника поздравилась днем тренера не знаю еще что там где происходит ничего комментировать нам нельзя самим расслабляться знаете дисконферовано своей работе и так и работаем да понятно что мы разбираем соперников ближе уже к игре а дальше на наша задача делать все одно чтобы у нас был сильный предки коллектив хорошая атмосфера в команде и у нас нет секретов это работа и дисциплина продолжаем работать я бы хотел просто еще добавить я бы благодарить нашу болельщику потому что мы читали конечно отзывы они очень скучают нашему брату никите и здесь как бы мы совместно с нашим болельщиками добились того что мы вернули к нам никита вернулся если честно бы я вот ищу туда что никита уезжал физически дал мне был здесь но он был с нами всего все идеи мысли то что мы обсуждали все это внутри нас и мы продолжали работать сейчас вернулся к нам конечно для нас для всех хорошо поэтому отдельно благодарность болельщикам отдельная благодарность а у газпрома лично все боящими которые дают на возможность строить нашу систему и другие наши спонсорам компания дегестала тоже помогает нам по множеству поэтому огромная благодарность партнерам всем кто нам помогает мы продолжаем работать и готовим к следующей игре и журналистам отдельная благодарность за интерес к нашему другу мы всегда открыты пишите всегда будем диалоги общаться на любые вопросы ответить интересный момент кстати у вас в следующем году уже будет наверное переезд на новую уникальную арену и когда подписывают контракт с франчайз-плеером так называемым лицом клуба это еще и маркетинг да продажа свитеров насколько это в отношении гусев будет налажено это кстати касается и сборной россии потому что декабре есть повод вспомнить об олимпиаде в корее маркетинг очень важно как мы сегодня обсуждали главный у нас хоккей это лед и яркий хоккей яркие игроки это база и работа журналистов в том числе поэтому иногда когда вот там между собой ругаются журналисты в интернете кто бы дал такой инсайт да вызывает вопросы потому что дело оно общее дело все и главное для нас это яркие игроки яркий хоккей то что мы хотим чтобы было больше голов болельщики радов дети приходили на такие семьи приходили такие нас это очень важно поэтому вместе делаем общее дело а потом уже идет маркетинг все остальное и пиар и продажи все это взаимосвязано все это взаимосвязано главное все-таки это лед и наша игра в первую очередь а потом все остальное коллеги никите буквально через 15 минут на лед если есть вопрос можно задать последний если нет предлагаем никита здравствуйте расскажите пожалуйста немножко детали вашего возвращения как давно вообще вернулись из северной америки насколько сложно получился маршрут и сколько успели провести тренировок с командой вообще я тренировался все с начала июня я тренировался все время и маршрут всегда не легкий но главная конечная точка поэтому я здесь и думаю о победе на следующей игре успели ли понятие почувствовать как команда играет и действительно ли вас ждать 2 ноября на льду это не ко мне вопрос уже в следующей игре я буду готов но сейчас у нас как раз тренировка будет мы сейчас пойдем на собрание судим тактику теорию поговорим все и тренировка покажет у нас всегда определяем состав день накануне игры смотрим то в каком состоянии играет лучше все по спортивному принципу одинаковых условиях у нас команда звезда команда звезда но связи с этим тогда еще один вопрос к вам роман борисович а вот вы все время говорите про исключительная про исключительность никита и гусева но это понятно и очевидно насколько его положение в команде будет исключительно будут ли к нему те же самые требования я говорил о том что есть мастерство есть финты и возможность реализовать момент а тут же кто-то должен еще таскать рояль командная работа один играет на другие таскают рояль у нас пять в атаке пять в обороне все играют тотальный хоккей мы играем и здесь для всех по одинаковых условиях мы говорим о том что все игроки разные в этом то есть наша задача собрать возбалансированный состав где отсутствуют и рабочие игроки и игроки которые ловят шайбу на себя но в принципе у нас все ловят шайбу на себя все отрабатывают в обороне все умеют играть и мы в прошлом году уже с Никитой по системе играли и нас все помещалось но есть всегда детали которые мы можем не лючить мы сейчас как я уже сказал когда мы начали общаться что мы выходим на новый уровень а новый уровень это именно разница в деталях разница в деталях нужно закрыть все двери порточки в обороне не дать шанс соперник в обороне сыграть ярко в атаке и вы видите по тому высокого голов забили в этом сезоне но этого недостаточно если честно следующая игра начинается все это 0-0 это хорошо что мы много забивали но мы в прошлых матчах не пропустили и сейчас как раз мы это разберем потому что нам нужно выходить на новый уровень нам нужно с каждой игрой улучшать с каждой игроку улучшать детали и здесь нет для кого-то исключительных подходов здесь для всех одинаковый подход это на первом месте команда потом все остальное напоследок я уточню 97 номер вы специально не отдавали по ходу сезона может там не знаю какие были эти потому что я слышал была какая-то договоренность у вас изначально то что никита если возвращает больше наверное найти как уважение да и первую очередь и даже может быть даже важнее это интуиция как говорится тренер нужно чуйка в этом смысле без чуйки не выберешь поэтому в этом смысле конечно в итоге правильное решение как вы сейчас видите а сейчас дальше лёг покажет потому что есть история есть практика переходим к практике да никита была договоренность да что если возвращаешься к хэл то это будет именно ска да потому что я слышал об этом или все-таки было свободное плавание у тебя до этого момента и у меня все свободно свободно все тогда удачи на тренировке спасибо большое спасибо до свидания до свидания спасибо до свидания